Вот он, красавец, белоснежный теплоход в холодных водах Атлантического океана. Именно эти кадры из оскароносного фильма Джеймса Камерона «Титаник» моментально сделали теплоход Академик Келдыш всемирно известным. Однако признание и восхищение научного мира российский исследовательский центр на плаву получил задолго до своего появления в картине именитого режиссера. Это крупнейшее научное судно в мире. Оно оснащено комплексом лабораторий, комплексом оборудования, необходимым для работы практически в любой точке Мирового океана. И, конечно, особую уникальность придает судну, придает то, что судно является носителем подводных аппаратов «Мир». Аппараты «Мир-1» и «Мир-2» – точные копии друг друга. В мире всего четыре таких батискафа, которые способны погружаться на глубину до шести километров. Два из них принадлежат России. Но, к сожалению, используются они нечасто. Сотрудники Института океанологии Российской академии наук сетуют. Все дело в отсутствии должного финансирования. Ну а если средства все-таки находятся, то батискафы устраивают очередную мировую сенсацию. В августе этого года аппараты «Мир» участвовали в экспедиции «Арктика-2007». Под руководством вице-спикера Государственной Думы Российской Федерации Артура Челингарова они опустились на долю Ледовитого океана в точке полюса и установили российский флаг именно этим манипулятором. Новая экспедиция в Карское море. Последнее приготовление к долгому плаванию. Закружаются продукты, вода, топливо. Цель экспедиции – исследовать захоронение химических веществ, которые покоятся с севернее новой земли. Многие из этих объектов были захоронены таким образом, что мы точно не знаем их координат. Эти координаты надо установить, и надо установить, каким образом они могут и влияют ли сейчас эти радиоактивные охоты на свойства среды арктической. В Архангельске с экспедиции в Карское море Келдуш вернется в начале октября, а затем отправится в порт своей приписки – в Калининград. Виталий Лилека, Алексей Чешков, «Автограф дня».